всем привет с вами канал все про андроид и сегодня у нас приложение которое называется голосовые заметки вот так работает данное приложение я специально сделал вначале небольшую паузу для того чтобы показать работу приложения сразу после того как вы создадите голосовую заметку то есть надиктуете что вам было бы интересно вам предоставится возможность сохранить данное данную заметку и создать для нее напоминание есть заданные интервалы и можно выбрать дату и время прямо на вашем устройстве то есть задать время напоминания создаются заметки довольно таки просто после создания заметки установки время напоминания в шторке уведомлений появится вот такое вот уведомление заметки которые вы создавали на заданное время можно удалить очистить или же воспользоваться переходом приложения прямо из шторки уведомлений помимо всего приложение существует поиск по ключевой фразе. Достаточно нажать в поисковой строке определенный текст. Сейчас быстренько я сделал ошибочку. И найдется ваша заметка, с которой вы дальше сможете работать. С созданной заметкой можно работать прямо в приложении. То есть можно скопировать весь текст, нажать скопировать весь текст или выделить определенный участок текста и скопировать его в буфер обмена, после чего вы сможете данный текст использовать по своему усмотрению. Если у вас есть Google переводчик, то можно даже осуществить перевод по переходу в вкладку перевод. Заметки сохраняются на вашем Android устройстве, в приложении. Помимо всего вы можете экспортировать или импортировать созданные заметки, если вы создали какую-то важную для вас заметку и боитесь, допустим, краха приложения, ну случится может быть все. Можно экспортировать и импортировать заметки на карту памяти. То есть создаете название файла и экспортируете данные заметки. Заметки сохраняются в папке в корневом каталоге на вашей SD карте и в любой момент нужные вам заметки вы сможете восстановить. Сейчас пролистаем быстренько и посмотрим, где сохранилась заметка. Вот заметки, которые я предварительно сохранял. Вот заметку, которую мы уже открывали. Просмотреть заметочку можно в обычном редакторе, например, у ES проводника. Она создается в определенном формате и в любой момент эту заметку можно импортировать в данном приложении, если, допустим, как я уже говорил, случился какой-либо сбой. Все великолепно импортируется, экспортируется и заметки, которые были созданы, они возвращаются в приложение. Вот такой вот небольшой обзор полезного, на мой взгляд, приложения. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!